Полетели к облакам. Ныряй, 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 ныряй. Привели в бессознательное состояние диспетчеров Турина. Планилист не выпарил и сел в воду. И мама. Мама, мама, мама врет, не кричал, мама. Это есть побережье Советский Союз. Потом из облачка вынырнул и тут, значит, на учениях был генерал. Взять, поймать, кастрировать. Ой, литовский паспорт, GPS, фотоаппарат. Не похож я был на туриста, но чистый шпион, ну такой симпатичный. Прокрадывается к Монте-Визе. Вот скажите, почему литовский паспорт не подбывает от восторга? Смотри. Нам самое главное что? Безопасно свалить. Я буду по склону прям спускаться, пикировать, посмотри. Возьми ручку, 150 км в час по прямой. Зачем вы, Игорь Владимирович, показываете нам дорогу из Италии во Францию? Тебе страшно? А мне нет. Да. Неприятненько. А флором, друзья, это обязательная штуковина здесь во Франции. То есть все планера, которые летают, обязательно должны быть оборудованы флором. Это к вопросу контроля в клубах. То есть если вы летаете в клубе... Да, я вижу. Какой-то маньяк. Не, смотри, сработал, все 40 сработал. Вопрос в клубах. То есть если клуб видит планер, летающий без фарма, то, соответственно, он там просто лишает разрешения летать у себя. Ну, планер такой не будет летать. Смотри, он на нас идет. Да не на нас. Мы сейчас к нему подстроимся. Он свою спираль крутит. Ну, мы свою, он свою. Сейчас вот я к нему в хвост русел. Сейчас мы с ним вместе будем дальше крутить. Один виток. Так, в принципе, правильнее. Видишь, оба пилота уперты. Получается, один считает, что он лучше поток возьмет. А мы считаем, что мы лучше возьмем поток. Ну, и вот мы уже медленно, но уверенно приближаемся к ромке облака, находясь у него на хвосте. Не вижу я его на флагарме. Как-то треснет. То есть вот иногда он у меня появляется, а иногда нет. Ну, все. Тогда надо валить подальше. От грека. Я пикирую. Ну, и пошли. Пройдем все рядышком. Красиво. Не завернете. Вот, друзья. С вам коллега наш. Смотри вперед внимательно. Потому что я сейчас контролирую расстояние до него. На фоне облэкстопом. Мы снимаем планеры красиво летящие. Тоже двухместный. Может, это вообще такой же, как у нас. Смотрите. Смотрите. Ну, не знаю. Ну, прям по хвосту у нас. Оп. Погнали к леднику. Итак, друзья, мы сейчас в заповеднике. Возьми скорость 150. Держи. Ты летишь. Я снимаю. Что я вам, друзья, хотел сказать. Обратите свое пристальное внимание. Внизу находится такая парковочка, на которой оставляют машины все те, кто хочет посетить ледник. То есть, сделана сюда дорога. Несмотря на то, что это такой ядреный и мощный заповедник. Вот внизу парковка. Я попробую сейчас увеличить, чтобы ее могли разглядеть. Вот. Там можно оставлять, я так понимаю, автомобильчики. А дальше уже идет тропа, по которой дороги нет. Тропа, тропа, тропа. Эта тропа выводит на ледник этот красивый. И это все заповедник экранс. То есть, по идее, мы... Ну... Ты летишь один, все клави. Ага, хорошо. Мы бы не могли здесь летать, если бы у нас не было разрешения на такой коридор, где я сейчас нарисован, по которому мы летим. Ну, просто... С каранском, ладно? Нет, он просто, мне кажется, летит дальше. Ну, 150 скорость делай. 150. Не 200. 150. В этом случае ты не будешь маневрировать по высоте и будешь держать четко высоту полета влево на 15 градусов. Давай-ка я ручку сейчас уберу у тебя. Сыгранцы возвращаются в друзьях номера. Видите, как они все прогуливаются. И... Аккуратненько... Вот здесь у нас вот эта дорога небесная. То есть здесь, над этим хребтом, у нас коридор, по которому мы можем посмотреть экран и аккуратненько вернуться назад. Вот что, собственно, мы и делаем. За что огромное спасибо Федерации планерного спорта Республики Франция за то, что они пробили разрешение на эти коридоры. То есть нам разрешено здесь летать. Хотя, по идее, это заповедник достаточно жесткий. Самолеты сюда вообще не летают. И мы бы не могли любоваться этой красотой, если бы некая мудрость и гибкость, наверное, руководства заповедника. То есть общий язык здесь, видите, находят и приходят к какому-то компромиссу. То есть, с одной стороны, этот заповедник действительно очень хорошо бы сохранить эту природу в первозданном виде. Во-вторых, это место, которое хотят посещать люди. И сюда, на эту вершину, вот этой горы, она там чуть выше четырех, существует тропа. То есть по этому леднику можно подняться вверх, зайти на вершину и красиво, так сказать, все это дело посмотреть. Дальше мы не можем... Ну, можем лететь, но уже я не хочу. Вот вам красота. Я делаю разворот. Как выглядит, допустим, тело ледника. Очень красивое. И сейчас я вам покажу приют, который построен. и до которого можно дойти, поночевать. То есть, по идее, как вы понимаете, все прекрасно. Наш коллега проходит выше. Все постройки на этой территории заповедника запрещены. То есть, ну, статус заповедника, никаких построек. Но, надо почитать историю этого приюта. Может быть, он был построен до... Еще там, вот здесь много, что построено перед Второй мировой. Например, на противоположной стороне. Я сделаю один круг. Над этим приютом. Вы находитесь видом на него. Так вот, по другую сторону существует еще один приют. Он прямо на дне долины. К нему хорошая, комфортабельная автомобильная дорога. Огромная парковка, на которой могут запарковаться все желающие. посетить заповедник Экранс и погулять по нему. Где-то год назад мы гуляли по Экрансу. Мы доехали туда на своем электромобиле. Видите, все планира. Хайвей просто один за одним идут. Вот там сзади, за этой горой, как раз противоположная сторона. И туда, там вот такая же большая гостиница построена. По-моему, в 1939 году. Что я вам хотел показать? На дне долины видите парковку для автомобилей. И возможность остановиться в гостинице. Гостиница построена. Некая инфраструктура для работы заповедника необходимая. И несмотря на то, что здесь режим заповедника, здесь есть капитальная постройка. Она в 1938 году построена. И заповедника еще не было. А постройку уже сделали. И потом она была методом, как это называется, амнистии. Оставлена. Внизу, кстати, приют, на котором можно тоже остановиться. Мы по этому заповеднику, кстати, гуляли пешком. Здесь совершенно потрясающие водопады. С ледника у нас сегодня 1 сентября. Видите, ледник не растаял. Ну и, собственно, на нем уже буквально через пару недель будет свежий снег. В заповеднике разрешено ставить палатки. То есть с 9 вечера до 8 утра. Вот место крыло показывает. Там, где я ночевал. Вот еще озеро. Еще одно место. Вот там я тоже ночевал. Вот здесь можно ставить палатки на ночь. И утром их убирать. При этом заповедник, естественно, все забирают весь свой мусор с собой. И все прекрасно, все замечательно. И можно по нему путешествовать красиво. Вот эта вот некоторая гибкость, не знаю, позволяет всем радоваться. То есть в 9 часов вечера можно поставить палатку, переночевать, в 9 утра ее снять. И дальше заповедник выглядит в первозданном виде. Никаких палаток, никаких стойбищ, никаких гульбищ. Все крайне красиво. И это, я считаю, друзья, весьма правильное решение, которое позволяет, с одной стороны, сохранять природу, а с другой стороны, давать людям возможность ей улюбоваться, потому что там есть куча мест, куда невозможно добраться за один день, к сожалению. Ну что, твоя ручка, скорость по 20, вот так по прямой прям летишь, набираешь. Ну, дал возможность моему Капайлу только кайфануть, потому что ему тоже нужно. Сейчас чуть-чуть левее, прям по краю хребта иди, тебя все время там будет поднимать. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ай, красавчик. Ай, молодец, ручечку чуть на себя. Ой, умничка. Все, 120. Да ты добрал до кромки облака опять. Чуть левее, следующая остановка Монте-Виза. Друзья, отлично летим в сторону итальянской границы. Монте-Виза будет потом. Ух ты шьё, такой поток. Потоки мы сейчас не берем, дельфинем в них. У нас на ваших голубых экранах город Гориансон. В сторону Италии он фактически последний. Дальше вот у вас еще какой-то микрогородочек, подъем. И вот горница с Италией, вот она. Мы туда сейчас долетим. От города Бриансон уходит дорога к Российскому городу Гренобль. Крыло по этой долине показывает. Очень потрясающая дорога. Если вы будете в Гренобле и захотите как-то попасть в Италию, например, можете поехать через... Вон, парапланы, где залетают. Через город Бриансон по этой дороге. Она потрясающая. Я по ней ни разу не ездил, но все время мечтаю. Прямо по курсу красивое облако, под которым мы наберем немножко. И цель нашей сейчас текущей экспедиции, гора, облачный форт. Облачный ринкор его называют. Вот вершинка. Немножко отверну в сторону. Там расположен форт. Сейчас мы до него долетим. Меньше скорость немножко. Меньше? Меньше, да, 110. Больше крен немножко. Друзья, ну посмотрите, как красавчик какой у меня Литаурус. Как замечательно набирает. Меньше скорость. Меньше, не 130. А то я тебя перехвалю. Вот. Вот это, друзья, энергия. Вот он облачный поток хороший, мощный. Мы набрали высоту 3500 метров. Крайний виточек будет делать Литаурус в этом потоке. И пойдет к вот этому облачному линкору. История линкора такова, что итальянцы построили его перед Первой мировой войной. Больше немножко. И, ну, по сути, могли с него обстреливать вот тут куча территории Франции. Это французам, естественно, не сильно нравилось. Приготовься к разгону. По моей команде. Уберешь крен. Убираем крен. Опускаем нос. Пикируем. Набираем 180. Через поток. Отлично. И по прямой на скорости 180. Очень хорошо. Друзья, он еще один планировочек набирает. Бездная энергия под облаками. А знали бы об этом первые планиристы. 200 не надо 180. У тебя только разрешен зеленый сектор. Хорошо. Пограничный город справа. Вот она граница. Вот она граница на экране. Мы сейчас ее будем скоро пересекать. Как я вам уже говорил, мы это можем. Ну, если мы не собираемся приземлиться в Турино, то там километров на 10-15 границу с Италией мы пересекаем. Никто же нам за это ничего плохого не скажет. Влево на 10 градусов. Посмотрите, как это делается при пересечении границы. Убирай крен. Вот, Литаврос, ты был в Италии? Был. Много раз? Был. Ну, а с воздуха был вот так вот? Никогда. Никогда. Да, ну вот смотрите, друзья, Литаврос пересекает границу. Вот он, вот этот облачный форт. Как он прекрасно выглядит. Его... Мари Ивановна нарисовала нам красным границу, что осторожно пересекайте границу. Она должна еще сейчас нас обматюкать. Но я поставил запрет на вот эти действия. Оп, видите, не ругается. Ну, а мы еще не пересекли. Вот сейчас мы пересекаем границу Италии. Пык! Пересекли? Пересекли! Добро пожаловать в Италию! Welcome to Airlines! Я взял ручку. Эх! Вот, а вы, красивые, друзья. 90-градусным креном разворот. И следующая остановка. Облачный линкор. Эх! Прогоносим с неба порта. И помчались набирать высоту потоки, которые оставили перед этим. Друзья, только что мы пересекли границу Италии и Франции. И по этому поводу смешная история. В свое время, когда в Крыму летали дельтапландеисты, летала команда дельтапландеистов из Литвы. Они там летали на дельтапланах, прям в морском бризе. И в конце концов там планирист не выпарил и сел в воду. Дельтапланирист. Ну, он что, отстегнул, дельтаплан сам отстегнулся, дельтаплан утонул. Он бак-бак-бак-бак-бак-бак доплыл до берега и, в общем, ушел искать акваланг. И нашел друзей с аквалангом, арендовал его. И на следующее утро была просто картина маслом. Потому что он в ластах, в маске, в трубке, в акваланге там нырнул за дельтапланом и пойдет по дну с этим дельтапланом, тачит его за трапецию. Как там удобней. Но на свою беду он пошутил. Когда он в трубке, в ластах, в маске, с аквалангем и с дельтапланом вышел на пляж, где была куча отлетающих, он у первого же встречного спросил, это есть побережье Советский Союз? На что сдали его в мгновение ока. И потом местное КГБ долго разбиралось с этим литовским дельтапланеристом. Очень была веселая история. Правый 90 градусов, справа поток. Так что не шутите с КГБ. Убираем крен. Здесь видите, что перемещение по границам свободно? Закручивай вправо. Или влево. Куда хочешь. Ну давай, в любую сторону уже надо закручивать. Давай скорее. Отлично. Он далеко. Видите? И ручку чуть на себя. Отлично. Ручку покрепну чуть-чуть. Педаль отпусти. Дай ручку. Зарулился. Ты меня заговорил. Я тебе заговорил. Видите, друзья. Растырялся я. Да. Яхтсмены неплохо рулят. Яхта и хорошо уже лужит планером. Но когда избыток информации, когда я ему слишком много говорю, что делать, он немножечко... Ой, не надо меня хвалить, я ничего не умею. Я тебя хвалю. У него процессор сдает. Да. Вот. Но это абсолютно нормально. Тут у Литаурус это... Хоть и яхтсмены хорошо водит. Но здесь-то ручка, педали... И воздух. И воздух. Слишком много органов управления. И горы. И горы, да. Вот даже голос сорвал. Сорвал. Голос кричал от... Эгегей. Эгегей кричал от восхищения. И мама. Мама. Мама врет. Ты кричал, мама. И в итоге... А что я рулю? Я тебе поток отцентровал. Все, забирай. А скорость... Скорость 110. Какая критическая. Ну сделай себе 110. И все. И балдей, набирай высоту. В плане слева. Внимание. Нормально расходитесь. На 10 градусов влево. Зараза, в облако залез. Почти. Я его не вижу. Вот он по краю облака. Еще... Влево на 15 градусов подверни. Большое облако жирное. На него надо. Я по часам говорю. Если поступить пудра, то, наверное, можно как-то карту... Воздушного пространства так изменить, чтобы могли летать и парапланилисты, и планилисты, и так далее, и тому подобное. И это крайне важно сделать, потому что в случае, если этого не сделать, то будет что? Анархия. То есть самая простое, как это, строгость некоторых законов компенсируется необязательностью их выполнения. Я, каюсь, нарушал законы. И это году, в 99-м, я полетел на параплане с Беломута в сторону Рязани. И, ну, кто тогда смотрел, какие карты? Я вот, ну, смотрел, что вроде как бы, вот, вроде ничего страшного там нет. Ну, вообще, какие-то учения были там. Я лечу на параплане, смотрю, танки какие-то внизу маскированные. Еще что-то, куча всего. То есть видно, что какой-то типиш серьезный. И как-то я заволновался. И было удачное облачко, я в это облачко нырк. И дальше лечу, сношусь, значит, с этим облачком, дальше лечу доволен, как слон. Потом из облачка вынырнул. И тут, значит, как-то я из облачка вынырнул ко мне какой-то самолет присосался. Подлетел, и обычно там, ну, я там помахал ему крыльями. Обычно там такой же, я по 18Т летал, он всегда крыльями махал. Типа, тебя вижу, там, сейчас ты что-то тоже летаешь. А эта штука, она, значит, начала вокруг меня кружить. И это меня немножко возбудило. Я думать решил, да, смотрите, как классно, как летал, он сейчас пойдет поглядеть за облаков в сторону мультивизии. Вот, смотрите, как все прям. Ты видишь дорогу облачную-то, а? Так точно. Так точно, выполняйте пилотирование вдоль облачной дороги в сторону. Горы Монте-Виза. Я даже вверху. Где эта гора, я не знаю. 11 часов торчит прям. Облака визу. В общем, лети. Я, увидев самолет, который недружественный, 5 градусов влево. Думаю, дай-ка я, значит, все-таки как-нибудь быстренько приземлюсь. Я полностью выжил акселератор и на полной скорости там в сторону Рязанской трассы погнал. Лечу, как раз потоки восходящие, я их все бросаю, быстренько несусь вниз, значит, захожу на посадку, приземляюсь, значит, быстренько там параплан в мешок складываю. А чтобы вы понимали, что случилось, на учениях был генерал. И на мое, так сказать, несчастье, он вышел из палатки почесать, ну, что-нибудь. И вот в этот момент, в этот вот ответственный момент он посмотрел в небо и увидел меня. Ну, и его слова были такие, потому что там был потом ученик, который у меня учился, он историю с другого места рассказывал. Генерал говорит, это что за твою мать? Ну, не на меня показываю. И говорит, так что у нас паршутистов бросают по учениям? Тебе говорит, да никак нет, а что это за хрень летает? Ну, вот какая-то вот хрень. Что у нас учения или твою мать, значит, взять, поймать, кастрировать, вообще растерзать. Где наша авиация? Ну, поднять можем вот сейчас вот быстро, скоропче его там Як-18 или что-то такое. Давайте договоримся, а если слетает на него, посмотрят. Ну, действительно, вот как раз подняли быстро и как-то удачно, ну, я не знаю, каким образом самолет со мной в небе встретился. Тяжело достаточно было меня найти, но получилось. Он меня посопровождал, соответственно, он меня досопровождал до посадки. Он сверху летал по кругу и вел меня, где я приземлюсь, доложил мои координаты. Я собрал, ну, приземлиться-то он там не может. Соответственно, я собрал быстро все в рюкзак и бежать, значит, к дороге. И в этот момент, в лесополосу нырнул, по лесополосе, к дороге, в этот момент сверху приземляется вертолет, садится ровно на то место, где я приземлился. Из него начинают прыгать люди. И я понимаю, что это, ну, все это очень плохо. Мне стало очень страшно, потому что у меня с тобой литовский паспорт, GPS, фотоаппарат, ну, и, в общем, радиостанция. Это уже, я думаю, это... Пириди параплан где? Двенадцать. Далеко? Пириди параплан. Тоже вижу гору, в среде тоже вижу, чтобы к ней не врезаться. Ну, здесь стандартное место, где есть поток. Сейчас, смотрите, у нас разница с парапланом по высоте. Вижу. Вижу. Да, начинаю набор высоты, чтобы сблизиться с парапланером. Вижу, мешает мне планер сблизиться с парапланом. Вот, друзья, параплан. Вот он сверху проплывает над нами. А вот планер стоит в потоке. Мы, наверное... За планером едем параплан. Давай попробуем встать в набор. Наш коллега. Слушай, ну, как-то вот не набирается особо здесь. И у нас прям дорога до Монте-Визы. Что нам, как дуракам, набирать здесь высоту? Мы просто полетим. 150 и вот таким курсом, как сейчас. Не думая. Погнали. Слушаюсь. Ага. Погнали. А я как раз расскажу про... Ой, шпиона литовского. Итак, друзья, прыгают вот эти все люди. Я бегу, добегаю до такого мостика. Там по лесополосе идет какая-то речка. Я, значит, вижу там камыши. Я в эти камыши кидаю рюкзак. И пытаюсь превратиться в туриста. Но знаете как? Туристам тяжело превращаться в тяжелых ханвагах. В такой спортивной достаточно одежде. Комбес был. Думаю, ну, на трусов же не раздеваться. А, не шорты были. Я всегда в шорты плетал. Ну, футболка была какая-то вот такая. С марикуаной. Ой, явно, короче, не похож я. Чуть правее восьбе. Не похож я был на туриста. Отлично, вот таким курсом. И как спастись? И я вижу, как по дороге несется такого желтого цвета автомобиль двойка. Или шестерка. Короче, такая вот жигули, которая этим. Не пикап, а универсал. И везет его бабушка с такой косыночки веселенькой. Бабушка, божий одуванчик, значит, гонит на этой машине. Сзади эти бидоны какие-то у нее. Вот. И я бросаюсь на дорогу. Говорю, бабуля, помоги. У нас тут, говорю, соревнования. Я тут приземлился. Очень надо там на трассу. Да, говорит, милок, а что соревнования такие? Я говорю, ну, как, ну, спортивные. Я там летаю. А на чем летаешь? Говорю, на параплане. Такой на парасут похожий. А, она прошла, это за тобой вертолет прилетел? Говорю, нет, нет, бабуль, вертолет не за мной, но очень надо на трассу. Она говорит, ну, а чем обблагодаришь, мил человек? Я говорю, вот так, 500 рублей дам. Ну, друзья, 99-й год, 500 рублей. Это, ну, это вот все, что у меня было. Говорю, 500 рублей? Ну, за 500 рублей я и шпиона. А, она спрашивает, ты сейчас не шпион? Говорю, бабуля, 500 рублей. Говорю, за 500 рублей я и шпионов подвезу. Ну, и говорю, давай, вот, бабуля, деньги. Вот сейчас я рюкзачок только маленький достану. Я достаю рюкзак, из него тина там капает, все течет. И бабушка так на меня смотрит, ну, чистый шпион, ну, такой симпатичный. Ну, и дальше этого шпиона подвозят до трассы. На трассе я выпрыгиваю, ну, и превращаюсь уже в добропорядочного гражданина с рюкзаком. Но понимаешь, что надо от этого убраться. И голосует, 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 останавливается девушка. И спрашивает, а у тебя все куда? Мне говорят, да вот, мне бы вот куда. Она говорит, ну, почти туда еду. Я говорю, только я деньги все бабушке отдал, больше нет. Она говорит, ну, я тебе и так подвезу. А ты вообще кто такой? Я говорю, да, пропали мы так разговаривали славно. В общем, она меня довезла до этого, ну, не до Белому-то, но до того места. Откуда мне уже было домой легко. А генерал, он, как обещал всех наградить, если они не поймают меня, так и наградил. Говорит народ, что лютовал. Говорит, как вы какого-то там сраного. Ну, не так он говорил, он еще более ярко говорил. Это у нас детский канал. Детский канал. Дети тоже смотрят канал Мечта Летать. Поэтому я не могу выражаться, не могу цитировать генерала. Но был он в гневе. Вы можете представить, что способен генерал российской армии в гневе. Когда он, так сказать... Я в данном случае не хочу никак опорочить офицеров. Ну, вы знаете, что часто люди бывают в гневе. Достаточно это вам не тут и так далее. Ну, в том случае был товарищ генерал именно того типа воспитания. И, в общем-то, ребята были очень несчастны. Он сам не идет этот план. Вижу, 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 вижу. Вот. Не вся внимание, что я говорю. И это я тебя очень признателен, потому что мы с тобой экипаж. Ты очень хорошо говоришь. У нас с тобой двойной контроль. Видите, друзья, планер тоже к Монте Визе идет. И мы туда сейчас пойдем. Это Итальянская гора. Мы сейчас еще раз попадем. Мы сейчас на территорию Франции. Ну, кстати, вот границы, смотрите. По границе летаем. Не знаю, в Италии мы сейчас, либо Франции, не помню. Ну, в любом случае, сейчас мы перейдем на территорию Италии и попадем на гору Монте Виза. Да. Так что, друзья, вот такая веселая история про дваждого шпиона и подлого разведчика. Или наоборот. Меня, кстати, всегда очень удручает вот это вот, знаете, как в новостях говорят. Как я помню, была передача какая-то, мы говорили, шпион оставил микропленку под камушком. В 21 веке, когда есть интернет, линии передачи данных там и так далее и тому подобное, и нужно оставлять под камушком микропленку. Ну, вот так. А людей заставляют верить в отважных шпионов и подлых разведчиков. И тем самым накачивают некую истерию, что... В кольце врагов, мы все умрем. Ну, конечно, умрем. Но я считаю, что лучше это сделать весело и непринужденно. Да? Капайлот? Эки-гей. Слушаю, внимательно. Да, внимательно. Идем к итальянской границе. Сейчас будем заходить в облачность, над облачностью, идти на Монте-Визо. Паспорта взяли? Паспорта взяли. Двая ручка, давай на линию конвергенции у границы. Друзья, сейчас мы попробуем набрать высоту вот впереди немножечко, еще капельку. И дальше рванем вам, проведим рядом с Монте-Визо. И нет конвергенции пока. Так, друзья, мой верный Капайлот, Литауровс подходит к границе. Настоящий литовский шпион. Подходит к границе Италии и Франции. Наверное, везет микропленку. Он прокрадывается к Монте-Визе и хочет совершить недружественный акт. Передача данных. Да, перечислился. Я, знаешь, это акт, я сразу как-то думаю, у нас же канал, который дети смотрят. Акт передачи данных, друзья. Вы не подумайте, акт это слово почти многозвучное. И не только то, что вы подумали. Так, слушай, но у нас проблемы. А Монте-Виза закрыта. Друзья, я вас обманул. Вы простите, оказывается, вот я вам обещал Монте-Визу. Давайте я вам со вчерашнего видео кусочек вставлю, которые там были. Потому что, ну, вот сейчас, вот честно скажу, мы там не были. Она, к сожалению, совсем закрыта облаками. Вот, поэтому там будет просто кусочек нашего вчерашнего полета. Он был очень красивый. Ну, вот так вот бывает. Иногда планируют что-то, а видите, не получается. Посмотрел, Луча-Турина видно или нет. Так, друзья, Монте-Виза остается справа. А мы... Там, справа? Ну да, справа. Ну, мы сейчас к ней подойдем. Мы обойдем это облако. Понятно, что ты не видишь облако ее заслоняет. Нам вот эту вот конструкцию страшно надо обойти. Это очень красивые облака. Ну, понятно, что красивые. Вдоль них еще подымает. То есть я сейчас, как я рассчитывал, что это облако меня немножко придержит. Я максимально к нему прижимаюсь. На это облако дует еще и ветер немножко. Прям по границе я иду этого облака. Вот. Оп, подворачиваю, потому что здесь ведь облако подворачивает. Вижу внизу красивейшие какие-то озера. Еще кучу всего красивейшего. Ну, вот. Я вот одного не понимаю, друзья. Вот скажите, почему Летаврус не подвывает от восторга? Я бы на его месте подвывал. Я культурный. Культурный. А он молчит, как партизан. Я не какой-то зверь там. Я тихо, боюсь. От восторга? Смотри. Вот я тебе захожу в капкан облачный. И надошу. Только для тебя. И надошу страха. Вот. Ну, можно было в капкан не заходить, и так бы дошли. Ну, а теперь курс на Монте-Визу. До нее осталось чуть-чуть. Она прямо по курсу. И давай смотреть с тобой, как бы домой пойдем. Потому что Монте-Виза это хорошо, а домой это тоже очень важно. Мы здесь вот проскочим. Да, там немножечко тоже проскочим. И все мы, в общем, как-нибудь мимо нее пролетим. А что, у нас дом в таких себе? Для того, чтобы в дом попасть, нам нужно сначала с нее вернуться, не застрять здесь, в этих страшных облаках. Да, хорошо было бы, чтобы были повыше. Друзья, вот как Италия выглядит сегодня. Ну, видите, далеко облака простираются, ни черта не видно. Так, везер дует на место непосредственно на Монте-Визу. Поэтому тебе повезло. Слушай, а вдруг динамик будет? Вот было бы круто. Да? Ну, вряд ли, конечно. Ну, и что, что близко? Ну, близко. Красиво весь. Вот те Монте-Виза. Ну, вершина, а вот вершина крестом стоит. На вершинах стоит еще раз полетаем. Хорошо? Конечно. Категорически хорошо. Да, ну, смотрите, какая обстакановка. Я делаю один проход, потому что я просто проверяю, во-первых, есть ли динамик. Вполне возможно, что можно было бы, наверное, набрать, если был бы динамик. Динамика нет. И вот прямо по курсу, если бы облака пройду, там куча перевалов, которые я могу и не считать, но и в баню. Как говорит, жопу, так и оладушки. Поэтому, я думаю, Элитавра согласится с тем, что, как это, нам самое главное, что? Безопасно свалить. И смотри, я тебе сейчас покажу... Красота обзора. Да, красота обзора. Покажу прием, который не вставляет равнодушными сердца пилотов. Смотри. Сейчас будем пикировать. Сейчас скорость минимальная. Я буду по склону прям спускаться, пикировать. Посмотри. Ну, круто. Погнали. Ну, сейчас нам надо все перевалы, которые мы проходили, пройти в обратную сторону, иначе мы в Италии с тобой останемся. Моя жена этого может не понять хоть. Ты не девушка. Возьми ручку, 150 км в час по прямой. Наслаждайся. Да, а мимо, друзья, справа проплывают красивейшие облака. Это завораживающие виды. Не вздумай влево соваться в дырку. Вот в праве облаков держится. Влево там хитрый перевал. Нас там заживет. Вот как вот облако идет, да, правее него держимся. Как мы сейчас все облака обойдем, перепрыгнем через хребет впереди? Впереди его держим. Да, левее облака держимся. Почему, друзья, я люблю летать на планере в горах? Потому что мы даже сейчас, слушай, если мы там нигде ничего не найдем и так далее и тому подобное, мы спокойно долетаем до аэродрома Сан-Крепан. Ну и, в общем-то, ну, только он единственный у нас и есть. До дома мы не долетаем. 1480 метров нам надо набрать, до дома 108 километров. Да, и мы двигаемся вдоль гор. Кстати, снег свежий выпал. Ты в курсе? Вчера, наверное, здесь ливни были. На горах свежий снег лежит, я смотрю. На склоне. Круто. Сейчас тут проходим. А влево, прижимайся влево к облаку, мы перевал проскакиваем здесь, нормально. На самолете бы не проскочили, на планере проскочим. Слово планируется, слово планы. Слово планы. Планер. Да, поэтому я предлагаю лайнер. Поэтому я предлагаю... Меня, кстати, на канале задали вопросы. Зачем вы, Игорь Владимирович, показываете нам дорогу из Италии во Францию? Самую красивую, вот она, друзья, на ваших экранах. Да просто потому что... Ну, это... Ну, что, мы разве туда когда-нибудь поедем? А почему бы и нет? Почему бы вот не взять, не добраться сюда и не пересечь вот этот перевал из Франции в Италию? Очень красивый, романтичный. Но у меня есть знакомые, которые в конце концов там, не знаю, денег нет, они автостопом путешествуют. То есть вот это вот создание того, что я не могу по какой-то причине. Это бред, это только в голове у вас такое есть. Можно, если захотеть. Я, когда мне было совсем мало лет, а у меня было всего лишь 150 долларов денег, Я поехал вот в Испанию, путешествовал там почти три недели автостопом с парапланом. У меня в параплане спал. У меня рассказ замечательный есть про это две стороны утра. У меня была там с собой немножко тушенки, колбаса, сгущенка. Сгущенку я съел быстро, перелил в баночку, бутылочку, а из банки сгущенки сделал турку, варил себе кофе. Жил на высоте 2500 метров, смотрел на звезды, мечтал о светлом будущем. У меня там как раз тогда была несчастная любовь. Я вот отходил от этой несчастной любви, хотел покончить жизнь самоубийством. Собственно, попал в грозу, чуть не покончил эту жизнь, нечаянно. И на высоте 5800 метров, когда леденел в грозовом облаке, прям реально льдом покрывался. Так мне жить захотелось вдруг. Я понял, что все это мелочи, что с нами творится, и что впереди такая яркая, красивая и славная жизнь, и так глупо погибать 24 года просто вот от собственной дурости. И да, это было, значит, такое прозрение. Смог я из этого облака вырваться. Вот так как мы по кругу летаем, меня мотало в грозовом облаке с интенсивностью 1 оборот за 3 секунды. Я просто не мог лететь по прямой, и меня поднимало вверх. Я вышел из этой ситуации, просто увеличив на GPS, так сказать, разрешение, и поняв, что меня крутит в одну сторону. Повис на стропе управления, полетел по прямой, и выбыл из этого облачного капкана, и остался жив. Хотя, конечно, уже от гипоксии, от нехватки кислорода. У меня, о, кстати, о кислороде 3700, но у нас еще 300 метров до кислорода. От нехватки кислорода у меня уже там зрение стало серым. То есть я не видел, какого цвета параплан, вялость подкралась. Но я смог вот найти в себе силы, собраться, сконцентрироваться и не погибнуть. Ну и я очень рад этому, что так получилось. Так, до свидания, псевдо-монтериза. У меня с левой стороны пройти. По прямой. Друзья, чтобы вы понимали, как Летаврос, чем извиняется, тем, что куда бедному крестьянину податься. Ну давай правее, ладно. Вот убирай крен и по прямой. Вот, все. Вот по прямой ты прыгнешь, облака, перевал, и там озеро Сердцу. Так, прервусь, друзья. Сейчас мы подлетели к озеру Сердцу. Сейчас мы здесь немножечко капельку, я взял ручку, самую малость пошалим. Вот, но шалить я буду снимать там на телефон, потому что на эту камеру это делать хуже. Чуть-чуть пошалим. Конечно, осторожно. Так, набирай, набирай, сейчас все раскидкаю. И попал уважаемый, как институт там. Ты хочешь покритиковать своего института? Ну-ка давай. Не, не, не. Ты хочешь рискнуть? Нет. Друзья, Летаврос просто очень злорадствует, что мы только что так с трудом набирали. Когда ты с трудом набирал высоту, расскажи, в последнее время ты летел там, как радовался жизни, получал удовольствие и вообще халява сегодня, а не погода. Ну, друзья, знаменитое озеро Сердце, их на самом деле два. Одно и второе, они разделены перевалом разлуки, я его так называю, грустят друг от друга. И тут всегда можно рассказать сказку, что когда-нибудь этот перевал рухнет, и воды двух озер Сердце сольются в экстазе, так сказать. Ну, и дальше можно там. Жили они долго и счастливо. И еще надо открыть у нас, наверное, рублику на канале сказки планерные. Так вот, планерная сказка озера Сердце. Посмотрите, наверное, как бесконечно красиво. Вот сейчас мы на территорию Италии перелетели. Сейчас территория Италии, а озеро на территории Франции, между прочим. Я сейчас хочу к озеру снизиться, пройти максимально низко над ним. Проверяю ветер, это безопасно в данном случае, потому что... Потому что я буду обладать достаточно большим количеством энергии, и будет все хорошо. Сделал я пару фотографий потрясающего вида. Очень редко, друзья, здесь такая погода, чтобы прям так близко облако стояло. А еще более редкий вариант, когда озеро Сердце, оно еще и подсвечено солнцем красиво. Потому что часто в этом месте бывают кучевые облака, и они создают мощную тень на это озеро. И оно выглядит, конечно, не так потрясающе красиво, как сейчас на ваших голубых экранах. По нему дует ветерок, ветерок видно дует, вот так как сейчас крыло наше показывает. Компьютер мой показывает тоже, что этот ветерок дует. И, кстати, снег, видите, показывает снежинку, значит, у нас минусовая температура, а я в шортов. И Таурус, ты в шортов? В шортов. Экипаж, как это, литовских шпионов летает в шортах. Как колодранцы такие. Колодранцы, да. Мы в Чеченскую республику так, конечно, не попали бы. А между тем мы снизились до высоты, ну, кстати, как я подлетаю, видите, по всему каменному гоняю на этом планере. Страшно мне до безобразия. Я, наверное, принимаю решение уже пикировать на озеро Сердце, потому что высоты уже не так много. Мне страшно, а мне нет. Да у нас высоты еще один дирак. Страшно? Еще один дирак? Точно нет. Вот, такие скалы, кляди, и нож туда смотрят. Я сейчас делаю дугу такой, разворот с пикированием и пикирую на озеро. Кстати, солнце вышло, специально для вас, друзья. Эки-ки-ки-ки-ки-ки-ки! Проходим максимально низко. Оп! Ю-у-у-у! И, в принципе, мне бы хватило высоты еще на один заход, но мой, так сказать, ученик будет против. хорошо что хорошо ты меня пугаешь почему нельзя еще один проход сделать это становится небезопасным да потому что здесь плоскость то что вы наблюдаете это равнина после озера и все скалы нет уклона практически иначе это озеро вы так вытекло и мы вы по этим ведь достаточно приличный дует ряк везде на озерах ну бы с ней очень страшно по этому плату страшно нам идти не хочется не только в конце плата я могу себе позволить еще сделать один кружочек озеро вам еще какой-то показать озеро запятая да это был разгон на пикирование после озера запятая ну такой маневры все должны быть отработаны потому что если немножко пилот не чувствует свой летательный аппарат то конечно на таких маневрах можно смело не успеть выйти например с пикирования здесь у нас замечательная база наших туристов доходит тропы сюда идет тропинка подниматься за один день можно дойти можно записаться на ночевку переночевать здесь прекрасно это не очень радуется когда мы над ними пролетаем тоже пониже сейчас там какие-то люди ходят тоже в общем-то он спикируем и вот еще одно озеро прямо по боку тоже скалы озеро очень красивое я не могу не сделать вам одни маленький кружочек еще товарищ товарищ студент вы как еще живы там еще живы хорошо когда крайне проходит к уж очень свет свет для озера хороший еще хочется как ряблю подергивается друзья я обожаю здесь летать я многократно снимал здесь ролики но каждый раз летаю каждый раз прям очень радуюсь потому что виды поражают воображение давай может низко над ним пройдем ты не против а мы берем потом конечно берем там туча впереди огромная вообще вот слово наберем в такую погоду можно даже не думать давай зайду чуть-чуть дальше тут всякие вот эти речки водопадики и так далее сейчас и снижаюсь пройдем пониже над озером вот так вот это 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 по ущелью вау уху 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 уху! Град гелья про истопителей? уху 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 уху! ге ге гей 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 бей Ну видите планер энергетика бешеная то есть он сбрасывает высоту он убирает высоту Ну, тут понимаете, да, что у каждого студента еще свой лимит по выносливости. Я думаю, что мы не будем превышать... Ну, не хватает выносливости, но давай покажем еще какие красивые места. А, мы какие красивые, а мы уже домой. Все. Покажем все, как красивый, домой. Как красивый, давай. Ну, тогда давай. Друзья, домой мы летим без единой спирали. Отсюда нам нужно набрать всего лишь тысячу метров. Сейчас Литаврус ее наберет вот под тем облаком. Отдаю ручку, лети. Ты вчера это делал, сегодня повторишь. И там мы наберем высоту и полетим домой. Собственно, до дома у нас 80 километров, 87. Ну, планер спокойненько, без единой спирали. Куда доберется? Чуть не меньше, меньше крен. Ага. Друзья, посмотрите, как Литаврус красиво набирает высоту долета. 600 метров там не хватает, чтобы долететь до дома. Вот, и он красиво по коробку добирает эту высоту. Больше крен немножко. Еще больше. Хорошо. Убирай крен. Я думаю, что мы пойдем. Он уже почти под кромкой облака. Видите, чуть-чуть не добрали. Но я специально оставил 600 метров, чтобы Литаврус чувствовал, что у него прям пахота и работа. Ему надо набрать влево на 10 градусов. Убираем крен. Ему нужно по дороге домой набрать вот эти вот престорудие 600 метров высоты, которых там не хватает до нашего аэродрома. 83 километра у нас до аэродрома. Нос опусти. Скорость 150 на прямых. Влево на 10 градусов. Быстро. Там планер снизу набирает. Убираем крены. Приготовься сделать хапу. 120 метров в час. Быстро. Оп. 120 ставить. И висеть на 120. Отлично. Старайся убирать скольжение. Помягче ручкой работаем. Спокойно, спокойно. Нервничай. Ты же нормально пилотируешь, когда не нервничаешь. Отлично. Молодец. 540 метров тебе всего не хватает. Я думаю, что сейчас до 500 ты дошкрябаешь. Ну вот, друзья, это называется дельфином. Сейчас Литаврус будет как молодой дельфин резвиться. Опускай нос, молодой дельфин. Разгоняй до 150 планер. Чуть левее на 10 градусов, чтобы под облако прийти. Ну и дальше сам. Кошка бросила котят. Сейчас Литаврус дорогу уже домой знает. Нет. Нет, не знаешь? Нет. Ну хорошо, прям по курсу к ребет, по нему поделефинишь. Выйдешь на гору Маргон, который рядом с озером Церпанцон. Не одного до знания. Не одного, плохо. Я сейчас приходи до Кребет. Сегодня вместо ужина будем учить карту. Чуть правее на 20 градусов. Дальше идет Кребет. Я поясню. Вот, Кребет идет. Мы подальше по нему шпарим. Помнишь? Вот это? Ага, поворачивай, подворачивай, подворачивай. 150. И прямо убирай крен. Все. Энергию больше не хапать. 150 км в час. Разгоняйся до 180. Не входить в облачность. С левой стороны город Барселонет. Я взял ручку. Слишком сильный поток. Будем разгоняться. Не входя в облачность. 200. Сейчас нам или интерцепторы выпускать, или в бок из облака выходить. Я немножко ухожу. Потому что я больше 220, честно говоря, в этой турбулентности буду побаиваться. Видите, друзья, иногда бывает и слишком много энергии. Ну все, мы вышли. Отопили немножко от склона. Как говорится, ситуацию немножко улучшили. Барселонет город. Аэродром Барселонет. Я же говорил, что здесь аэродромов очень много. Тоже планерный клуб. Здесь какой ни плюнь аэродром, везде планерный клуб. Нас постоянно подымает. И опускается кромка облаков. Обратите внимание, кромка сейчас уже 3000 метров. Я туда целый дневной скорость с ноги поднимаюсь. Да, друзья, вот как это выглядит. Мы подлетаем к озеру Шерпансон. Все. Вау. Юху. Я обожаю вот эти моменты, когда ты сбрасываешь энергию, оказывается, надо было кайф. Ну возьми ручку, кайфайни, пройди над облачком слева. Друзья, посмотрите, как ученик на четвертый день обучения, так сказать, кайфует. Ты должен повыть от восторга. Так воют литовские шпионы. Погибай. Ну, друзья, вот озеро Шерпансон. И посмотрите, 45 метров мы привозим на аэродром высоты 59 километров до аэродрома. Мы можем спокойно вот так... Можно приезжать, это можно. Ну, тебе можно сейчас уже, все. Все, дальше просто по прямой домой. Больше не будем вилять. Прямо, как вот, прямо курс. Там какие-то облака впереди есть. Может, под каждым облачком чуть ручку дернуть. Но, в целом, домой не думая. Вот, счастливый человек. Да. Балдеет. Да, друзья, в этом очень большое счастье. Вот так летать на планере и получать такие вот неизгладимые эмоции. Вводят, видите. Ну, все, дальше твоя скорость 150. И под эти облачками? Да, 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 под облачками. Генеральный курс такой, а там плюс-минус можешь подвиливать. Так, на чем я остановился-то? Как я хорошо летаю. Это-то понятно. Мы спираль-то не можем сделать? Да, сверху. Да, я вижу. А ты внизу-то, вот, ладно. Мы должны просто... Здесь, кстати, вот эта знаменитая система паркур. По ней паркурят. То есть, дорога, которая ведет в сторону аэротрома Пьюмасон и Платова-Нинсоли. Ну, планировочки летают, парят под нами. Мы, так как договорились, что мы летим с прямой домой, больше высоты не будем набирать. Вон снизу еще пропланчик. Здесь совершенно потрясающее количество, конечно, летающих братьев. Никто этим всем не руководит. Мы не общаемся, надо по радиосвязи, планировать. У нас стоят флармы, конечно, у всех. Но вот нету того, я там такой-то, нахожусь-то там-то. А, как вот, допустим, если в зоне гольф, даже сейчас в Российской Федерации летать, нужно подавать план полета. Ну, и я видел, как на самолетах летают по гольфу, передавая там, я такой-то, такой-то, подлетаю к такой-то точке, я рассчитываю ее в такое-то время. Там, соответственно, там кто-то его передает, связь подтверждает, давление такое. В общем, пилот летит и, извиняюсь, говорит по радиосвязи бесконечное количество времени. Причем, ну, пилот в данном случае, допустим, молодой, только выпустился после авиационного учебного центра. Он с этим самолетом еще, вот, не знает, как справиться. А тут еще эта радиосвязь постоянная. И он, вместо того, чтобы внимательно смотреть вокруг, что нужно делать при полетах визуальных, что происходит в зоне гольф. Потому что в зоне гольф, вообще-то, могут летать парапланы. Подписали заявку. Ну, и парапланы в зоне гольф, по идее, должны писать, я полечу оттуда-туда, оттуда-туда, оттуда-туда. Ну, как вот планер, параплан, как он может оттуда-туда. Он, тут облачко, тут облачко, там энергия, там энергия. Постоянно где-то как подвиливает. Соответственно, регулирование в зоне гольфа, это бред. Вообще, во всем мире гольф, это не регулируемая воздушная просадка. Ты летаешь вот как хочешь. И летает там все, что хочешь. Ну, естественно, там имеют соответствующие разрешительные документы. Там парапланисты имеют лицензию парапланированную, выданную в Французской Федерации. Без лицензии не работает строковка. Планилисты имеют лицензию. То есть все все знают, как можно меньше бюрократии и прочие гадости, которые портят жизнь нашей прекрасной, безусловно, прекрасной планете. Вы видели, как она красива. Вы видели, как мы сегодня слетали. Ну, килограмм 300 мы, наверное, слетали. Мы особо не гнались за скоростью. Ну, погода сильная. Сегодня можно было килограмм, наверное, 700 пальпом пролететь. Но мы-то ленивые. Да, я не потянул бы столько. Друзья, вот наш аэродром прямо по центру кадра. Друзья, мы разворачиваемся. Мы пролетели наш аэродром. Ой, аэродром, аэродром сзади остался. Я говорил, что мы долетим до без единой спирали. Но я просто не могу вам не показать очень красивое место, замечательное озеро и не сгонять по ущелью. Сейчас мы сделаем легкие гигей. Капайло, мы же еще раз здесь летали над озером. Ты помнишь теперь? Не, мы все запустим. Это озеро я помню, но... Ну, понятно. Ты взял абсолютно верно правее, потому что обычно так ходят по этой горе. Сегодня ветер сейчас, допустим. Ну, неважно, в какой. Но ты все абсолютно верно сделал. Молодчинка. Без единой спирали ты дошел до аэродрома и привез. Вот сейчас еще до аэродрома на 500 метров приходим. Но тогда, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, мы увидели прекрасное озеро. На это озеро, кстати, есть дорога асфальтовая, прямо до озера доходит. Очень красивая. И вообще здесь очень много этих пешеходных строп. И самое главное, этих велосипедных маршрутов... У меня велик, двухподвес такой шикарно-электрический. Я на нем иногда немножко гоняю. Да. И вот мы, смотрите, вот подлетели. Сейчас я лечу на скорости 150. У меня, конечно, избыточной высоты. То есть я, если сейчас полечу прямо на озеро, я приду высоковато над ним. Поэтому я немножечко подброшу высоты с помощью воздушных тормозов. Мой капайлок, конечно, меня обругает со страшной силой. Скажет, ты что, какой ты нехороший человек. Я тут старался, так набирал. А ты тут вообще редиска. Вот тут мирно пасутся всякие коровы, козы и прочая нечисть. А мы разгоняемся для того, чтобы вам пройтись над гладью озера. Я увеличиваю скорость за 250 км в час. Ну, наверное, вот так вам лучше будет видно. К сожалению, видимость не очень. Ну, поверьте, что вот это озеро есть. Оно почти, так сказать, подвысокло. Оп, впереди вот такое ущелье. Ю-ху! И дальше вот тут так летим, прикольно, по ущелью. Как маленький истребитель. Маленький, но веселый, да? Капайлок, что скажешь? Контент огонь? Погода бомба! Погода бомба! Ну, ладно. Это у нас уже традиционный третий день такой маршрут, поэтому я не мог вам его, так сказать, не показать. Все. Вот твоя ручка, 180 км в час, по прямой пока. Если в гору будешь опираться, прямо по курсу которой, обходи ее правее. Окей? Ветер, а ветер-то у нас северный. Ого-го-го-го-го-го! 25 км в час. Вот, друзья, дилемма, садиться с попутным ветром или садиться со встречным? Что там, что тут все? Ну, 26. Не сильно дует еще. Друзья, придется садиться, ну, я планирую заход на посадку с попутным. Тут проблема в том, что, чтобы нам никто не помешал. Не везут планер же, да, еще? Нет, не везут. 27 км в час. Ты можешь скользить по радио, а ветер-то... 24 км в час. Выпускают шесть, но север-то очень. То есть, предупредит по радио, ты скажешь? Нет, не тянут еще, не тянут. Ну, друзья, та ситуация, в которой можно и с попутным, и со встречным приземлиться. Иду против ветра, проверяю скорость по GPS-у, 105 км в час, при моих 120 км в час, при моих 120 км в час. 108 км при 130 км в час. Ветер действительно сильный, друзья. Вопросов нет, но непредельный. То есть, вот та грань. Сейчас дует 24 км в час, если аккуратно. 24 км в час, если здесь садились, можно зайти на посадку. Собственно, я планирую это и выполнить. Сэр Лоботин Ди Виктор Дамвин Глендинг Тус Саус. 28 км в час, проверяю по GPS-у. 111 км в час, при моих 125 км в час, нормально. Тополя смотрю внизу, они не сильно так колышутся. Проверяю наличие воздушных тормозов. Все в порядке, работают. И совершаю такую дугу, не приближаясь к аэродрому. Плавный третий. Наблюдаю аэродром. Чисто, все в порядке, никто мне не мешает. Хорошок. Сейчас доворачиваю. Держу небольшой запас по высоте, потому что сейчас меня понесет к аэродрому со страшной силой. И эта сила 155 км в час у меня. Скорость при 20-120 своих. Ну, похоже, 143. Нормально, помещаемся. И сейчас спокойненько подхожу к аэродрому. Держу 120 на заходе, потому что может быть турбулентно. Закрылок я уже перевел на лендинг максимально. Снижаюсь аккуратненько. Вот, сейчас себя вниз запускаю пониже, чтобы потенциально иметь возможность рассеять энергию. Ну, и все, я сейчас делать буду, выравниваю. Лишу, 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 лишу. Оп. Лишу, 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 лишу. Оп. Все. Выпустил тормоза воздушную и проверяю. Выработает гидравлик. Гидравлик работает. Оп. Оп. На полосе. Порядок. С левой стороны вылипал параллельно зданию плавер. Это неприятная ситуация, потому что, если бы он пересекал полосу, то бы непосредственно обычно пересечься на курсах. Поэтому здесь заметно, что если позволяет погода, приземляйтесь с небольшим попутным ветром, и все будет вам счастье. Потому что я сейчас вам покажу, ветер, ветер-то, в общем-то, не сильный. Ну, при этом можно вот сохранить такую точность парковки. Вот я приехал к своему прицепу. Как обычно, меня вот Литавра схвалит, говорит, что я вообще отличаюсь точностью захода на посадку. Вот, друзья, заходит коллега тоже. По ветру идет сейчас. Ну, достаточно низко над торцом, еще до торца полосы не долетел. То есть вот он сейчас уйдет, к сожалению, за зданием, возможно, а может не уйдет. Снижается. Здесь, видите, получается конфликт тех, кто привык абсолютно четко, как это, абсолютно по правилам, положено против ветра приземляться, значит, против ветра, и никак по-другому. И тех людей, которые, ну, как бы уже знают это место, обладают некой влетанностью и знаниями, и пониманием, как можно вообще приземляться по ветру, и, в общем-то, что посадка по ветру, это, ну, не знаю, не догма, что ли. Что нельзя по ветру приземляться. Можно. Вот, кстати, Штеммь приземлился по ветру. Тяжеленный планер, он тяжелее нас существенно. Вот он приземлился спокойненько, и вот он заруливает. Повернул, заруливает на стоянку. Так что, при текущих 20-25 километров в час, это абсолютно верный выбор. Ну, не абсолютно верный. Тут просто как хочется, можно и от горы сесть. Как угодно. Как хотите, так и приземляйтесь. Еще один планер, друзья, приземлился по 1 метр. Катится, катится, катится. Вот они все немножечко перебираются скоростью, то есть они касаются далековато. И потом вот так лихо несутся, несутся, несутся. И останавливается. Там где хотели. Пытаюсь вносить в этот мир кусочек позитива. И на мой взгляд, можно везде находить позитив. Вот. Я сегодня полетал, порассказывал вам, наверное, зарядился тоже какой-то энергией, наверное, какой-то убежденностью. Я категорически и полностью убежден, что самое главное в человеке разум, способность к критическому мышлению и знания, которые он обретает, которые дают ему способность судить о мире самому. Субтитры создавал DimaTorzok